А хотел бы я начать с одного небольшого парадокса. С тех пор, как стало ясно, что политика Евросоюза в отношении Молдовы далеко не соответствует тем критериям объективности, которые от него ожидали, стало можно говорить о двойных стандартах. Это понятно эмоционально. На самом деле стандарты не двойные. Есть четкая политика зависимости демократических правительств от своих избирателей, а не от чужих. И потребность выглядеть хорошо к следующим выборам, прежде всего перед своими гражданами. И кроме того, есть осознанные интересы стран-лидеров. Напомню, что Евросоюз это не первое государственное образование в Европе с аналогичными целями. Сами его лидеры в поисках мифов, которые обосновали бы закономерность такого объединения, очень часто ссылаются, например, в Священной Римской империи. В знаковые фигуры выбран Карл V, император-фанатик, который пол-эгропы объединил под лозунгом борьбы с реформацией. Напомню, в 1815 году по инициативе Александра I и Меттерниха был создан Священный Союз для защиты монархов от революции, который тоже либо включал большинство ведущих стран Европы, либо те, кто в него не входил, с ним сотрудничали. Развалился он после того, как крайняя реакционная политика Николая I стала слишком реакционной даже для его партнеров по этому Священному Союзу. И Крымская война поставила точку. Следующий шаг – это ансамбль, ее продолжение Лига наций. Заметим, что каждый раз инициаторами вот такого вот наднационального объединения существующих государств выступали силы консервативные. Левы, коммунисты, социал-демократы предлагали совсем другие проекты наднационального единства, не в форме координации усилий существующих правительств. И еще в 1915 году Ленин, словно нынешнюю ситуацию имею в виду, писал, что в нынешнем виде Соединенные Штаты Европы могут быть только соглашением о разделе колоний. И что объединение тут возможно только для того, чтобы не допустить усиления новых лидеров – Америки и Японии. Я не буду полностью цитировать, но это совершенно относится и к нынешней ситуации. Перед вот этими вот еврообъединениями, чем дальше, тем больше, стояли три основные задачи. Первая – это захват рынка взгляда, защищен от конкуренции. И происходит это всегда под лозунгом «Свободы торговли». Этому лозунгу уже 200 лет. Его англия выдвинулась в 18 веке. Он в рамках либеральной доктрины, но за 200 лет он уже успел показать, чем он оборачивается. Ведь либерализм – это свобода прав без равенства возможностей. И если нам дают равную со всеми возможность выйти на ринг против чемпиона мира, то понятно, чем кончится такой раунд. В предстоящих вильнюсских переговорах «Свобода торговли» – это, пожалуй, ключевой пункт. Я напомню, что для слабой экономики «Свобода торговли» – это смерть. Ее экономика не выдержит конкуренции, даже на внутреннем рынке. Перечитаем всю историю Латинской Америки, любой ее страны. Их закабаление, их переход под внешнее управление каждый раз начиналось с момента провозглашения принципа фрит-рядерства – свободной торговли. И лишь очень немногие страны, такие как Парагвай в XIX веке или Куба в наше время, сумели избежать этой ловушки. Правда, Парагвай за счет самоизоляции, а Куба за счет умелого лавирования, скажем так. Но она выиграла время для того, чтобы создать экономику, которой не грозит немедленный захват. В свое время генерал Грант, еще только баллотируясь на пост президента, это 1868 год, если не ошибаюсь, говорил, что Англия начинала с ультрапротекционистской политики для защиты своих рынков от конкурентов. Три войны выдержалась в Голландии за то, чтобы не возить свои товары на чужих судах. После того, как Англия почувствовала себя достаточно сильной, чтобы выиграть в условиях свободной конкуренции, она перешла к лозунгу свободной торговли. Так вот, когда США чувствуют себя такими же силами, они тоже перейдут к свободной торговле. А пока что, извините, протекционизм. Сторонниками фритрейтерства в США были представители рабовладельческих штатов, то есть самой отсталой части страны. В условиях свободной торговли совершенно естественно, нет смысла жаловаться на чью-то жадность. В силу того, просто того, что продукция технологически развитых отраслей всегда дороже, чем продукция сельского хозяйства, естественным путем происходит переток капитала из слаборазвитых стран в развитие. А потом этот же капитал великодушно возвращают слаборазвитым странам в виде кредитов. Я приведу только один случай. Когда Аргентина получила независимость, Англия ей сразу предоставила миллион фунтов кредита. Она этот кредит выплачивала 80 лет. В 1900 году сумма выплат достигла 4 миллионов, а потом Аргентине пришло себе видеть, что дальше она платить не может. Не из чего. Вот что такое принцип свободной торговли в том виде, в каком он светит или грозит нам. Иную политику за весь истекший век сумела проводить только одна страна. Это был Советский Союз. На Западе ее называли политикой самоотверженности. И мы теперь в любой правой газете можем услышать, какое спасибо за это говорят Советскому Союзу. Второй принцип, на котором основана европолитика, это защита национальных интересов. Прежде всего, национальных интересов стран-лидеров. Национализм как идеология складывается в эпоху Великой Французской революции. А в годы революции 1848-1849 года правые элиты увидели, насколько он удобен, чтобы канализировать массовое движение в удобное для них русло. Защита своих социальных интересов. Против врагов, реальных или чаще вымышленных. Такое произошло и в Балахе в 1848 году, и в Венгрии. И как-то раньше вы, Леонид Иванович, одна минутка у вас. Ага. Хорошо, мне придется немножко, ну, заметно сократить выступление. Но напомню лишь о том, что Версальская система была полностью основана на принципах национализма и национальных интересов. В этом и заключалась причина того, что когда гитлеровцы начали проводить там политику национального объединения немцев, Франция логически ничего им не могла возразить. Она сама такую политику проводила. Плюс оценка стран Восточной Европы по тому, какой они вклад внесли в победу над Германией, то есть национальный интерес со стороны там. И третье, это попытка выстроить кордон на Восточной границе для защиты стран-лидеров. В 20-е годы это против Германии и России. В наши дни, ну, вы сами понимаете. По другим причинам, но Россия тоже. Но это привело к дурной шутке. Я кончаю. Интересы стран Восточного блока, Восточного локарна, как его называли, оказались несовместимыми. Не было там двух соседних стран, чтобы между ними не было противоречий. И это взорвало всю эту политику. Сегодня мы видим попытку второго издания Версалия и второе Восточное локарно. Нет смысла упрекать западных политиков каком-то буличе. Они делают то, что могли бы делать на их месте, до тех пор, пока не настанет возможная иная Европа, а от них ничего другого сдать нельзя. Подумаем только о другом. Стоит ли нам играть в такие игры, в которых мы обречены самими правилами на трое. Спасибо за внимание. Прошу, что несколько перерасходовал. Прошу. Спасибо. Прошу.